здравствуйте мои дорогие друзья вы на канале цветочные джунгли от блондинки и уже заметно что мои гипиаструмы отцветают но какая же прелесть одни отцветают а вот это только-только распускается то есть с декабря месяца дня святого николая вот они цветут один за другим и у меня фактически не было пока что ни одного ни единого дня без вот таких шикарнейших цветочков а вот этот беленький я сейчас повернул потому что вот тот цветочек он посвежее и у меня еще пару деньков будет прекрасный цветочек гипиаструму можно крутить как угодно им от этого никакого вреда я очень хотела чтобы вот этот встретился вот с вот этим вот гипиаструмом которые зацветают но он все-таки успел отцвести и у меня есть подозрение что это все-таки один и тот же сорт я нечаянно заказала pink rival два раза вот этот какой-то маленький вот он мельче чем вот этот но и у него как бы форма круглее но это в начале цветения вот посмотрим каким он будет через неделю вот я его даже сейчас измерю вот этот отцвевший диаметр цветочка мне уже не удалось измерить я это не успела сделать ну а вот этот я измерю длину вот длина 13 сантиметров а этот пока что так а этот в лучшем случае 9 вот будет ли он к середине или концу цвечи из цветения 13 сантиметров он пока что отличается размером он по цвету очень похож хотя в декабре он цвел бледно-бледно таким вот приглушенно розовым он не совсем бледно вот это был такой вот сдержанный розовый очень такой своеобразный благородный а сейчас он ярко розовый а этот уже к концу цветения он сразу был ярко розовый а потом стал красно розовый этот ярко ярко розовый и наконец таки мой телефон соизволил вот это чудо желтая которая у меня зацвело показывать желтым соблаговарил так я крадусь так и сейчас она опять станет белая ну вот этот чудесный сорт я называю его солнечный зайчик но он видите как если близко почему-то телефон сразу превращает в белую эту орхидею она изумительно очень такая вот веселенькая потому что я люблю вот в эти мрачные времена желтые цвета и конечно же очень люблю всякие розовые яркие потому что вот это вот мрачность она никак не желает сдаваться темные времена наступили и уходить не хотят и только орхидеи и гипиаструмы превращают этот мрак такое чудесное и восхитительное время такое вот время чудес цветочных некоторые орхидейки доращивают бутончики некоторые только-только выпустили вот такие цветоносы и к сожалению часть орхидей я не справилась пока что я где-то накосячила с поливом отсушила мне новые цветоносы часть орхидей посчитала что нет не подходящее время для цветения спасибо вот этому чуду которая цветет и очень крупно это просто шедеврик вот эта орхидейка у меня выпустила тоже цветоносик и к сожалению она его отсушила а вот это даже ничего не выпускала я ее очень неудачно пересадила потому что для начинающего цветовода пересадка орхидей это вообще не простое занятие у меня вот это сразу болталась после посадки но я решила ее не травмировать не пересаживать по 10 раз пусть уже растет как получается но пока получается не очень то вот и что же делать чтобы они опять зацвели вот из всех способов я выбрала самые радикальные вернее нет самые не требующие усилия я нашла его на канале георгия горячевского он сказал что если орхидею поставить в темное место например в туалет там тепло вернее там прохладно там нет отопительных приборов наоборот там прохладно темно и влажно и в этих условиях орхидея может через неделю переполошиться и выбросить цветонос потому что темнота на нее подействует как стресс вот именно вот эту с порванным листом я туда и отправлю вот на ю тубе вот эти листья порванные лист порвался все его отрывают безжалостно у меня опыт по выращиванию орхидеи вообще нулевой совсем маленькие я позволю себе высказать предположение что вот этот яркий листочек он хоть и порван вот так хоть он и такой страшненький на вид но он все-таки орхидеи нужен если бы он был не нужен она бы его отсушила вот поэтому я листья отрывать не буду даже несмотря на то что это может выглядеть некрасиво у меня каждый лист на счету я и так уже на отрывала на по вот этим всем советам и вижу что это была ошибка это я погорячилась вот ну что а вот эту орхидею я поставлю по заветам георгия горячевского в такие вот экстремальные условия но она как бы как бы наказана а может быть это ей пойдет на пользу и посмотрим через неделю будет ли хоть какой-то положительный результат или нет а я продолжаю любоваться вот этими чудесными орхидеями и гиппиаструмами очень я им рада жду цветения новеньких вот у меня сколько еще стрелок и желаю всем удачи и здоровья